Друзья, здравствуйте! Как вы думаете, что объединяет этих людей? Людмила Гурченко, семья Никиты Хрущева, Лея Хиджакова, Ксения Собчак, Муслим Магомаев и родственники погибших на подводной лодке «Курск». Все эти люди были клиентами моего сегодняшнего собеседника, писателя, детектива, который участвовал в раскрытии сотен преступлений, одного из самых известных российских адвокатов, одного из создателей Российской Конституции, или, как он сам себя называет, адвоката Камикадзе Бориса Кузнецова. Борис Аврамович, здравствуйте! Очень рад познакомиться лично. Доброго здоровья! У вас такой яркий жизненный и карьерный путь. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего бы начать, чтобы мы так все успели, еще успели обсудить новости последних дней. Друзья, вот пока я думаю, да, вы, пожалуйста, нажмите на пальцы вверх. Очень хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. Вы, давайте начнем с того, что уже 17 лет живете не в России. Я многое почитал и изучил вашу биографию. Вас обвиняли в разглашении гостайной, хотели посадить и даже пытались объявить международный розыск. И вот, наверное, у вас, как и у нас, у украинцев, есть много поводов для того, чтобы ненавидеть Владимира Путина. Или ненависть неподходящее слово, вы скажите. Нет, вполне. Вполне. Но дело в том, что вот то, что он сломал жизнь мне, что я лишился родины, что я лишился любимой работы, что у меня произошел развал семьи. Но это мои проблемы. Это мои дела. Но то, что он сделал со стороной, за это его можно ненавидеть. Можно презирать. Можно обвинять в том, что он работает на центральное разведывательное управление. если бы оно ставило вопрос о развале России. Поэтому я совсем недавно, 7 апреля, отмечался день погибших подводников. я написал в фейсбуке, что подводников было 118, а я считаю себя 119. В отличие от ребят, они встретили смерть, меня убить не успели. Я, что называется, вовремя смылся. Но от имени погибших подводников, чью честь и достоинство я тоже защищал, я написал, что я проклинаю тех адмиралов, которые по халатности неумышленно тем не менее убили ребят и Путина, который скрыл виновных в этом преступлении. Мы сегодня еще обязательно поговорим о деле, о катастрофе на подводной лодке Курск и о нюансах этого дела, которые никто, наверное, лучше, чем вы не сможет рассказать. Однако, если я начал с Путина, хотелось бы еще о нем поговорить. Мы должны знать врага в лицо, да, вы знаете его в лицо в прямом смысле слова, вы с ним знакомы, да. Какое у вас было первое впечатление и можете описать какую-то из ваших встреч? Вы знаете, я с ним встречался трижды. Первый раз это было шапочное знакомство, я даже не помню, было это в Мариинском дворце или в Смольном в кабинете у Собчака. С Собчаком мы были знакомы и консультировались по вопросам, когда готовили проект Конституции России, новый проект, который сейчас вроде как должен действовать, на самом деле не работает. второй раз Борис Николаевич Ельцин просил меня заняться делом Скуратова. Помните, был такой генеральный прокурор или человек похожий на генерального прокурора и мы тогда он поручил это одновременно Путину Рушаева, который был министром внутренних дел и меня он попросил включиться в эту работу. И третий раз встреча была, это было по-моему в 2002 году, когда я писал записку о проблемах, связанных с недвижимостью России за рубежом. Дело в том, что вся недвижимость за рубежом стояла на балансе консульств, посольств. Зачастую она взывалась в аренду, прибыль раскладывали по карманам дипломаты, по карманам раскладывали дипломаты, а все консульства и посольства этой бюджетной организации. Они не имели права получать прибыль. И столкнулся я с конкретным фактом. В Финляндии была сдана в аренду особняк, а финны в нем открыли публичный дом. Журналисты добрались до этого случая, был большой скандал, и я написал записку. Кстати, это была не первая записка, потому что первую записку я писал еще Ельцина, это была вторая записка, о том, что необходимо вывести всю недвижимость, снять с баланса консульств и посольств и создать такое государственное унитарное предприятие, я даже название ему придумал, которое и сейчас действует, рост загрансобственности. Это было сделано, и сейчас все это нормально функционирует, вот в этом плане. Вы знаете, на меня Путин не первый, не второй, не третий раз никакого впечатления не произвел. ну, первый раз это вообще шапошные знакомства, а второй раз он сидел и молчал. Позднее я узнал, что вот эта история с Голом Скуратовым была проведена ФСБ вместе с Эгиазаряном, был такой банкир, который сейчас живет в Санкт-Петербурге. И третий раз, когда я рассказывал ему на словах, пересказывал содержание своей записки, он кивал головой, и единственное, что он сказал, а вы не согласились ли взять на обслуживание вот это и помочь в создании предприятия, вот это Росзаконсобственность, я сказал, что нет вопросов. Но когда предприятие было создано, нашлась другая адвокатская команда, которая этим занималась, но это не так важно. Важно, что он не произвел вообще никакого впечатления, то есть у меня ничего не осталось. Дуже часто питание до меня, как я стал успешным и богатым. Просто я прожил такое жизнь и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас маю, и я А у участников я буду выбирать лично через анкету. Это мой практический опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов – неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы выполнить анкету и узнать больше о программе, переходите за посыланием. Борис Авраамович, тогда возникает вопрос, а как вы думаете, в какой момент из вот этого молчаливого человека, который не производил никакого впечатления, Путин превратился в того военного преступника, и как кто-то называет диктатора, которого мы видим сегодня? Вы знаете, этот процесс был таким ползучим. Это возникло не сразу. Первое – это дело Курска, где он, будучи юриста, понимая, что в Конституции есть понятие разделения властей на судебную, исполнительную и законодательную, вмешался в судебную власть и принял политическое решение, никого из виновных адмиралов к уголовной ответственности не привлекать. Он принял это решение. Решение совершенно незаконное. Можно еще, так сказать, обвинять Путина в том, что он не согласился, отказался от помощи иностранных государств, когда ребята в девятом отсеке были еще живы. Но здесь не столько его вина, наверное, сколько беда, поскольку адмиралы его убедили, что у российского военно-морского флота есть все средства для спасения экипажа. Он с ними согласился, а оказалось все это совсем не так. Смена гимна. Следующий такой, вроде как не очень заметный, небольшой этап. Про курс проглотили. Про гимн проглотили. Дальше пошло, помните, ОРТ с Доренко, с Березовским, когда, по сути дела, первый канал был захвачен. Потом НТВ. Потом другие телевизионные каналы. Медленно, по одному, по два. И на сегодняшний день у нас нет ни одного независимого средства массовой информации в России. И я еще раз говорю, что это было медленно, поэтапно. И даже те многие интеллигенции, люди либеральных, демократических взглядов не заметили вот этого путинского продвижения или не обращали внимания. Да, были манифестации и митинги в 11-м, в 12-м году на Болотной площади. Были в Хабаровске выступления по поводу губернатора, которого избрали и которого посадили. Но это все как бы мелкие, единичные, я бы сказал, может быть, не мелкие, но единичные фрагменты. И вот этих мелких, единичных фрагментов. Потом пошло изменение законодательства, ужесточение или его размытие. Дальше пошли сначала запреты на проведение митингов и манифестаций, а сейчас с чистым листом бумаги уже не выйдешь на одиночный пикет. Вот такая ползучая экспансия от демократического, в начальном этапе демократического режима при Ельцине до, по сути дела, фашистского государства, каким сегодня является Россия. Борис Абрамович, вы вот сейчас с уважением вспомнили господина Ельцина, и вы в целом своих интервью, ну, скажем так, с теплотой о нем вспоминаете. И вот тут сразу тогда возникает вопрос. Как вы считаете, у Ельцина по поводу Путина были какие-то иллюзии? Почему он назначил именно его своим преемником? Вы знаете, при том, что я к Ельцину правда очень хорошо отношусь, потому что он честный и порядочный человек, он не вор, он... Но он человек, который совершал ошибки. И первая ошибка – это Чеченская война, а вторая ошибка – это сам принцип, что он должен выбрать себе преемника. И самое главное, что он выбрал именно Путина. Были объективные причины. Путин хорошо себя зарекомендовал в уголовном деле Собчака. И Собчак о нем всегда рассказывался только в позитивном смысле. Путин умеет держать слово. И то, что он обещал Ельцину, что не трогать никого из его окружения, он и не трогал. Он и меня не трогал, пока Ельцин был жив. И только после смерти Бориса Николаевича на меня было возбудили вот это совершенно бредовое уголовное дело. То есть, выбор Путина при своим преемникам, вы считаете, что это ошибка Ельцина, да? То есть, он искренне в него верил в тот момент? Конечно, конечно. Но потом, я говорю, когда Путин изменил гимн на гимн Советского Союза, Ельцин был в бешенстве. Я наблюдал его как раз в этот момент. Но поскольку была договоренность, и Ельцин тоже умел держать слово, он нигде публично об этом не высказался. А как вы считаете, Борис Авраамович, а почему у Путина нет преемника? Мы все понимаем, что, ну, кто-то говорит, его убьет его же собственное окружение. Кто-то говорит, умрет от болезни или от старости. Но, тем не менее, кто будет после Путина в этой тоталитарной системе, на этот вопрос не берутся отвечать даже те, кто называет себя там супераналитиком или вхож в кремлевские коридоры. Как вы считаете, у Путина есть план на случай его смерти? И почему никто о нем не знает? Я думаю, что такого плана у него нет. Потому что он собирается жить вечно. Это первое. Второе. Я абсолютно убежден, что любой человек, который придет ему на смену, даже человек из его ближайшего окружения, это будет движение в прямо противоположную сторону, в обратную сторону, вплоть до прекращения войны с Украиной и вывода войск с территории Украины. Потому что любой разумный человек понимает, что та изоляция, в которой находится Россия, и та война, которую она развязала, тащит Россию в пропасть. И любой человек, я еще раз говорю, что даже из ближайшего окружения Путина это хорошо понимает. Ведь когда наблюдали вот этот Совет Безопасности перед началом вторжения в Украину, было абсолютно ясно, что никто из тех, кто присутствовал на этом Совете Безопасности, понятия не имел, что Путин на следующий день начнет вторжение в Украину. Мы помним, как вел себя Патрушев тогда, из которого вытаскивали просто клещами слова поддержки к началу так называемой специальной военной операции, признания независимости вот этих вот временно оккупированных частей Украины. Да, мы все это помним прекрасно. Да, Нарышкин, напомните поведение. Нарышкин человек, который возглавляет службу внешней разведки. Абсолютно, по моему убеждению, не знал о том, что готовится. Дело в том, что план вторжения в Украину, конечно, существовал. Но он существовал, там лежал где-то в сейфе, в генеральном штабе. И я думаю, что если бы не Путин, то никто бы этот план из сейфа в генеральном штабе доставать бы не стал. Но он выдернул его и тут же дал команду. Конечно, все это готовилось заранее под предлогом, я думаю, Шойга, может быть, в курсе дела был, Герасимов. Но все это готовилось под видом проведения учений. И войска к границам Украины стягивали под видом учений. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Борис Авраамович, я не раз слышал от своих собеседников тезис о том, что вероятно для того, чтобы предотвратить глобальную или может быть даже ядерную войну, окружение Путина, которая сейчас понимает даже ту абсурдность нынешних боевых действий против Украины, может перейти к какому-то плану ликвидации военного преступника Путина. Вот глава украинской разведки Буданов говорил, что сейчас у украшения Путина для этого больше всего шансов, потому что все-таки он один из самых защищенных людей в мире. Западные разведки, разведки тех стран, которые являются союзниками Украины, имеют гораздо меньше возможностей убить Путина, нежели те, кто вокруг него. Вы такой сценарий можете себе представить? Дело в том, что я начинал свою работу операм в Дзержинском райотделе города Ленинграда. Дзержинский райотдел расположен, был на Маяковского дом 27, это нынешняя, по-моему, Надеждинская улица, а за углом второй дом, это был дом, где родился Путин. У меня разница между, он старше, он моложе меня на 8 лет, и два раза, когда я с ним встречался, при мне был пистолет. Но основание для того, чтобы в детстве или в юности надрать Путину задницу, или пристрелить его в 99-м или в 2002-м году, основания у меня не было. А когда я встречался с ним в следующий раз в Кремле, то у меня пистолет отобрали на вахте. Поэтому тоже не удалось. Да, я думаю, что это как раз тот случай, когда вполне возможно, что с ним расправится кто-то из его ближайшего окружения. И я думаю, что такие люди есть и в Федеральной Службе Безопасности, и в Службе Внешней Разведки, и даже в Службе Охраны Президента. Надеюсь на то, что так и произойдет. Мы тоже, мы тоже, Борис Абрамович. Друзья, кстати, вы можете ваши мысли по поводу того, каким образом от власти будет устранен Путин, оставить в комментарии. В целом, сегодня очень много тем для интересных, тем для того, чтобы высказать свое мнение. Поэтому, друзья, ждем всех в комментариях. Если вы не сделали этого в начале, поставьте, пожалуйста, лайк в сегодняшней беседе. Вы, Борис Абрамович, несколько раз сегодня вспоминали Российскую Конституцию и просто не могу у вас не спросить, но вы как человек, который принимали участие в ее разработке, с какими чувствами вы смотрите на то, во что она превратилась сегодня? Вот первый, первый выход на улицу в Америке, когда я уже получил политическое убежище, это был такой пикет с митингом у представительства Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. И я принес к зданию венок с надписью Конституции России от Бориса Кузнецова. То есть, мне уже тогда было ясно, это 2008 год, уже прошло НТВ, уже начались, уже было дело Ходорковского, и для меня было ясно, куда движется Россия, в каком направлении. И то, что систематически нарушались основные принципы свободы прав человека, которые предусмотрены Конституцией, Конституция хорошая была, хорошо написана, она может быть не без дефектов, но основополагающие первая, вторая главы этой главы Конституции, они незыблемы абсолютно. Это то же самое, что Конвенция по правам человека. Поэтому смотреть на это грустно и тоскливо, то, что происходит с Конституцией сегодня. Это грустно. Мы сегодня несколько раз вспоминали кровавую войну, которую развязал Путин против Украины. Я нашел вашу цитату на эту тему. Вы пишите так. Несколько раз пытался смотреть игры чемпионата мира, целиком просмотрел только финал, и каждый раз меня не покидает мысль. Они играют в футбол, радуются забитым голам, а в это время в городах, где я побывал еще в советские времена, в Киеве, в Николаеве, в Одессе, в Невропетровске, убивают людей, убивают мои соотечественники, убивают из-за амбиций одного подонка никаким образом не спровоцированного нападения, а соучаствуют им те, кого я защищал вначале от уголовников, а потом и от государства. Конец цитаты. Борис Абрамович, как вы считаете, нападение на Украину было неизбежно рано или поздно все-таки, да, при Путине, или, ну, скажем так, вот, да, оно началось в 22-м году, но вот пока Путин оставался при власти, это бы все равно рано или поздно произошло, или это можно было как-то предотвратить. Вы вот даже пишете, что жалеете, что, вероятно, не пошли в политику, потому что могли бы что-то поменять. Это можно было изменить при условии, что Путин был президентом? Вы знаете, что, ведь, вот сколько не копаются политологи в попытке найти мотивы нападения на Украину, они найти ничего не могут, поскольку даже сам Путин и его окружение излагают несколько разных версий возможных. Я вижу и считаю, что есть единственная версия. Путин ставил на Януковича. Янукович оказался не просто взяточником и вором, и поднял против себя практически всю Украину, но и трусом, который сбежал. и Путин обиделся. Обиделся на Украину, обиделся на украинцев, и тогда произошел захват Крыма. Фактически, я в свое время представлял интересы российской общины Севастополя и Черноморского флота, газеты Черноморского флота. Конечно же, большинство жителей, во всяком случае, Севастополя, они точно были про российский настроен. Это правда. Но есть настрой, есть желание, есть стремление, а есть закон. Есть подписанный тем же Путиным, а еще раньше Ельциным, договор о дружбе с Украиной, где признавалась территориальная целостность Украины. По существу это обычная кража. Она аналогична карманной краже. Только в данном случае не кошелек украли, а целую территорию, целый полуостров. И дальше на протяжении этих восьми лет, да, восемь лет прошло, с четырнадцатого по двадцать второй год, ничего не менялось. Да, подонки типа Стрелкова были засланы в Донецк и в Луганск, там организовали сепаратистские движения, войну, набрали туда всякого, всяких уголовников, и при поддержке вооруженных сил России их вооружили и устроили такой кусок якобы сепаратистские. И сепаратистские по сути, да, и любые действия Украины расценивались как чуть ли не нападение на русскоязычного населения. Но на самом-то деле Путин просто обиделся. Это амбиции. Других причин нападения на Украину, захвата Крыма, нет с моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Интересно. Друзья, вы тоже можете ваши мысли по этому поводу оставить в коментариях, будет очень любопытно почитать. Дуже часто питание до меня. Как я стал успешным и много просто я прожил таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил как я и сделает свои правильные выяснения, мог бы стать таким успешным, как я. Но чтобы отриновать опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество ближнє коло. Это не тренинг и не навчание. Это открытие многих дверей, которые вам задаются зачиненными. Кількость обмежена, а у участников я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практичный опыт и моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходьте за посыланием. Борис Аврамович, давайте перейдем теперь к периоду вашей жизни, когда вы представляли интересы семей погибших моряков на подводной лодке Курс. Я думаю, наши зрители хорошо знакомы в целом с этой историей, поэтому не будем тратить время для того, чтобы пересказывать. Первый вопрос, наверное, довольно общий. поразило в том цинизме, в том вранье о катастрофе, которую просто излагали власти. То есть, действительно, я понимаю, вы говорите, это все произошло не специально. Однако, то, какие заявления делала российская власть, какие заявления делали вооруженные морские силы, я думаю, что вам есть что рассказать. Что вас поразило больше всего? Ну, вы знаете, что я вообще морской человек. Я родился, хотя родился в эвакуации, в полугодовалом возрасте меня перевезли в Ленинград, сейчас в Санкт-Петербург. Окружение, ребята в морской форме, с палашами еще тогда. Я пытался поступить в Нахимовское училище, пытался поступить в военно-морское училище. не получилось ни того, ни другого. Но это отдельный разговор. Я всегда считал, что во флоте служат люди преданной Родине, люди чести, люди совести, люди порядочности. и в принципе в вооруженных силах флот это элиты. И когда я столкнулся в деле Курска, в том, что спасая свою собственную задницу, адмирал Попов, командующий Северным флотом, который руководил этими учениями, до сих пор говорит, что Курск потопили американцы, не он причастен к гибели корабля и экипажа, а американцы, которые находились на расстоянии 150 миль от места гибели Курска, 150, 200, может быть, не суть. То есть я столкнулся с теми же явлениями, которые существовали в вооруженных силах вообще, с предательством, с отсутствием совести, чести, порядочности. И это самое главное разочарование, которое у меня было в деле Курска. Мы помним эту фразу Путина о том, что, да, что случилось с лодкой Курска, она утонула, но вы, наверное, можете больше рассказать о том, как пытался, пытался ли Путин каким-то образом коммуницировать, да, по этому делу, то есть встречался с родственниками погибших, как эти встречи проходили, то есть вот как вел себя конкретно Путин после катастрофы подлодки Курска? Ну, дело в том, что ему доложили о том, что произошла авария с подводной лодкой в 7 утра 13-го числа. Билл Клинтон, который в то время был президентом Соединенных Штатов Америки, узнал об этом 12-го числа, раньше, чем Путин. Я встречался с Клинтоном в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, извините, и написал ему записку с просьбой сообщить, ответить на 4 вопроса, когда он узнал, что он узнал и так далее. Мне позвонили позднее из офиса Клинтона и сообщили, что президент не может ответить на эти вопросы, поскольку речь идет о разведывательных возможностях американского подводного флота. Но то, что он узнал об этом раньше, не вызывает сомнений. Когда доложили Путину, то ему сообщили адмиралу, что часть экипажа жива, что она выступает, в том числе и сигналы СОС. И когда встал вопрос о привлечении иностранных специалистов для спасения ребят, то адмиралы убедили Путина, что у них есть все возможности, собственные возможности, для того, чтобы спасти ребят, которые находились в Девятом отсеке. Борис Авраамович, тут я думаю нашим зрителям стоит напомнить, что живыми вот эти там два десятка человек, возможно, вы поправите меня, они находились еще на протяжении нескольких суток, двух дней получается. Два с половиной дня, да. 23 человека были живы в Девятом отсеке. Они все погибли от локального пожара, который возник в Девятом отсеке, от попадания воды и масла на пластины для регенерации воздуха. Возник локальный пожар и от отравления угарным газом они все погибли. 23 человека. Они можно судить, сказать достоверно, сколько они прожили, очень сложно, но стуки прекратились 14 числа. 14 августа. 12 произошло событие, а 14 где-то в часов в 11 были последние стуки. И Клебанов, который возглавил правительственную комиссию, на следующий день заявил о том, что стуки прекратились из подводной лодки. То есть Путина ввели в заблуждение. Хорошо, но то, как после этого он описывал эту ситуацию, как он встречался с родственниками, здесь не было раскаяния, здесь не было показательной порки какой-то. После такого, вероятно, по-хорошему нужно было бы отправить за решетку с десяток людей. Не десяток, я бы сказал, в два десятка. Это первое. Второе, у него встреча была один единственный раз. После этого, если верить Березовскому, потому что разговор Березовский пересказывал, который у него был по телефону с Путиным, Путин тогда сказал примерно следующее, что это ты там нагнал проституток за 10 долларов в и они перед всем миром продемонстрировали вот этот скандал. На самом деле, конечно, это была полная ложь. Это были родственники погибшего экипажа, жены, матери. И вот такое отношение Путина это характеристика. Понимаете в чем дело, что традиционно в России это продолжается сейчас. Железо стоит дороже человеческой жизни. 13 числа, 13 августа, вот 12 произошла катастрофа, а 12 августа вылетел из Британии самолет со спасательным аппаратом. Что вы думаете, что с ним произошло? Ему не дали посадку в Мурманске, его развернули, и он улетел обратно в Великобританию с этим же спасательным аппаратом. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему, Борис Амаринович? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, до сих пор стинают по секретности, хотя ничего секретного в самой подводной лодке нет секретных. Приборы могут быть, какие-то детали, аппаратура какая-то, но сама подводная лодка, как она была, первые появились в начале 20 века, так она и осталась подводной лодкой. Но ядерный реактор там стоит, тоже не секрет. Притом ядерный реактор намного больше по размерам, чем у любой американской атомной подводной лодки. Поэтому опять же боялись за свои задницы адмиралы и искали причину в чем угодно, но только не признавая свою собственную вину. Никто из них по сути даже главком ВМФ Кураедов, который тоже причастен к гибели экипажа, себя виновным не признал, не покаялся. Вы знаете, Борис Абрамович, сразу какие-то параллели проходят с недавним терактом в Подмосковье в Крокус-Сити-Холле. В украинской разведке считают, что две самые реалистичные версии это либо то, что спецслужбы России проигнорировали, ну скажем так, вернее, из-за халатности недооценили угрозу, вот так сформулируют. И вторая версия это то, что российские спецслужбы специально закрыли глаза на готовящийся теракт или даже каким-то образом способствовали. Но неважно даже в какой сейчас мы выбираем, вот если мы выбираем даже первый вариант, халатность, опять-таки все на своих местах, никто с должности не снят, спецназовцы ехали больше часа силовики на место, скорые стояли в пробках, в итоге все пытаются повесить чуть ли не только на директора самого, на владельца самого Крокус-Сити-Холла, на его семью. Вот в этом плане можно параллели проводить, я думаю. Ну и в целом нашим зрителям, думаю, будет интересно, какая версия вам кажется наиболее вероятной, если уж мы говорим о теракте в Подмосковье. Халатность. Понимаете, в чем дело, что вот не похоже, чтобы это была организованная провокация Федеральной Службы Безопасности, тем более, что речь идет о пред днями выборов президента и создавать дополнительные сложности с его избранием, хотя, конечно, никакого там избрания нет, это понятно, но тем не менее, я думаю, что они не стали бы. Другое дело, вот ситуация, связанная с взрывами домов в Москве в 99-м году, там нужен был повод для того, чтобы начать войну в Чечне. И этот повод сработал. Хотя вот это, в этой ситуации Фельштинский очень хорошо написал в своей книге Юрий Фельштинский, историк, писатель, живущий в Бостоне, он написал, что это, конечно, была в чистом виде провокация ФСБ. Да, ФСБ взрывает Россию, так и называется книга. Мы с господином Фельштинским часто общались на темы спецопераций, которые проводили российские спецслужбы, но здесь же тоже, возможно, можно сказать, что вот сейчас по версии Financial Times, по опросу одного из университетов, больше половины россиян верят в то, что Украина стоит за этим терактом. В Минобороны Российской Федерации говорят, что даже стало больше добровольцев, которые приходят, потому что хотят отомстить за жертв Кропу Сити Холла. То есть, в принципе, тут тоже можно сказать, что какой-то эффект для ведения войны против Украины это тоже дало, точно так же, как в 99-м во время войны против второй Чеченской. Нет, дело в том, что в данном-то случае война в Украине как велась, так и ведется. Сделать очередной призыв или создать ситуацию, при которой дополнительное количество мужчин поступит в вооруженные силы, это никакого значения не имеет. Путин в любой момент может принять такое решение, да уже принял такое решение. И так же ползучи идет создание второй очереди вооруженных сил России в Украине воюющей. Поэтому я здесь не вижу аналогии. Нет, не было необходимости, не было для того, чтобы каким-то образом усиливать или усложнять ситуацию во время войны в Украине. Он сам все может решать. Да, такое мнение тоже есть. Друзья, вы ваше мнение оставляйте в комментариях, тоже интересно будет почитать. Давайте еще вернемся к нашей теме о расследовании гибели моряков с подводной лодки Курска. Вы же написали об этом книгу. И после этого я где-то читал, что вы рассказывали, что лично Патрушев вам подписывал уголовное дело против вас. Но вы считаете, что это была не инициатива Патрушева и конкретно ФСБ, а лично Путина, которому вы так насолили после того, как написали эту книгу о Курске. Почему он так разозлился, как вы думаете? Дело то в том, что у меня с Федеральной службы безопасности конфликт идет или процессуальное столкновение с 1990 года, еще в советское время, с КГБ СССР. Потом, если вы помните, у меня было дело Калугина, генерала. Я представлял его интересы. По иску Горбачева о лишении наград, по иску к Совету Министров о лишении звания и по иску КГБ СССР о лишении его пенсии. Дальше было еще несколько дел, в том числе и таких шпионских дел, как дело Ткаченко. Это подполковник главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации, который работал на израильскую разведку, вернее передавал израильской разведке сведения, составляющие как считало следствие и как посчитал суд, сведения, составляющие государственную тайну. Потом было известнейшее дело Сутягина. Это сотрудник Института США и Канады, которого обвиняли в передаче американской военной разведки РУМО сведения, составляющие государственную тайну. Никаких сведений, составляющих государственную тайну, Сутягин не передавал. Судил его суд присяжных. А в число присяжных был внедрён сотрудник службы внешней разведки Григорий Якимишин, который сумел развернуть присяжных в иную сторону, и они вынесли вердикт виновен. Впоследствии это дело рассматривалось в Европейском суде по правам человека, и Сутягину выплатили, по-моему, 20 тысяч евро. И признали, что приговор незаконный. В том числе и с учётом внедрения в число присяжных человека, который перед этим давал присягу и говорил, что он никакого отношения не имеет к спецслужбам. Ну это вы рассказываете к тому, что про ваши отношения с Федеральной службы безопасности. Но Патрушев, который подписывал вам уголовное дело именно после того, как вы написали книгу о Курске, как связаны ли эти вещи, как вы считаете, уголовное дело против вас, и кто отдавал приказ? Был ли это лично Путин? Ну, то, что это был лично Путин, это мне известно из его ближайшего окружения. До сих пор живы эти люди, которые мне, когда обратились к Путину и говорили, что надо Кузнецова вернуть обратно в Россию, он сказал, отмахнулся и сказал, чтобы к нему с этим вопросом больше никогда не подходили. То, что это его указание, я знаю, но это никак не связано с изданием книги. Это было связано с моими высказываниями. Книга, первое издание было выпущено, издано в России в 2005 году. Там, кстати говоря, про Путина ничего особенного нет. А второе издание было уже, я был в эмиграции, в 2013 году в Эстонии вышло. И эта книга не попала в Россию, поскольку ее на таможне тормознули. Так что, нет, это ситуация особенно связанная с Сутягиным, поскольку Путин еще до вынесения вердикта присяжных, даже до начала судебного разбирательства, его обвинил предателем. Но это что, не вмешательство в судебную систему? Глава исполнительной власти до суда признает виновным человека, которого еще не судили. И я жестко на это дело реагировал и выступал на Эхи Москвы по этому поводу. Очень жестко реагировал. Ну и это вызвало неудовольствие, естественно. Другое дело, что они меня, вот как они прозевали теракт, так они меня прозевали. Потому что я за день до ареста уехал из России. Ну, видите, халатность российских силовиков играет на руку, на самом деле, нередко. И, возможно, для нас, для меня лично, как украинца, то, как работают, как оперативно и как, в общем-то, внимательно работают российские спецслужбы, это тоже огромный плюс. Борис Абрамович, мы сегодня будем уже подходить к концу, однако знаю, что я с вами еще очень хотел бы обсудить целый ряд ваших дел, которые вы расследовали, когда были оперуполномоченным, и дел, когда вы работали адвокатом. Если наши зрители достаточное количество лайков поставят и напишут, что им интересно, я буду просить просто для того, чтобы мы встретились снова. Можем только сделать такую небольшую затравочку. У меня есть пару любопытных фактов о вас, а вы скажите, правда ли это, и, возможно, дадите какой-то комментарий. Ну, во-первых, вот о вас писали, что ваш номер продавали в очередях в прокуратуре. То есть люди стояли там, и ваш номер можно было купить за деньги, для того, чтобы вы им помогли. Это правда? Да, телефонный номер телефона. Да, это правда. Это абсолютная правда. Вы много брали за свои услуги? Вы знаете, и много, и не брал совсем. То есть вот дела в защиту Георгия Юматова, генерала Калугина, Гумченко, Майи Михайловны Плесецкой, и много других дел, особенно у военных, я никогда не брал деньги. Я старался не брать деньги у чиновников, потому что я оценивал себя достаточно высоко, и час моей работы был тысячи евро. Но зарабатывал я очень хорошо, поскольку кроме вот этих дел, которые мы упомянули, я представлял интересы многих иностранных компаний. Я представлял интересы ЮКОСа еще до того, как его приобрел Ходорковский. И они замечательно платили, и мне вполне хватало, и мне, и сотрудникам моего бюро, и зарабатывали очень хорошие дел. Но это давало мне возможность многие дела вести бесплатно. Вы, Борис Абрамович, говорили о том, что вам приходилось защищать и убийц. Есть кто-то, о ком вы жалеете, чьи интересы вы представляли? Нет. Дело в том, что вот здесь профессия адвоката, она сродни профессии врача. Что когда ты кого-то защищаешь, то это не значит, что ты разделяешь его позиции, что ты разделяешь его убеждения, его взгляды. Ты его лечишь. Только это лечение другого свойства, чем лечение врача. Ты оказываешь ему юридическую помощь. Не более того. И вот даже те мужчины, которые сейчас сидят в Лефортово и обвиняются в расстреле людей в Крокус-Сити, они тоже должны иметь адвокатов. И эти адвокаты должны работать так же. и в первую очередь опровергать их показания, где они признают себя виновными, поскольку эти показания даны под пытками. И это обязанность адвоката. Независимо от того, назначен этот адвокат или нет. Я понимаю, Борис Абрамович. А вот, кстати, о том, как показывали абсолютно публично эти пытки над задержанными вот этими вот таджиками, подозреваемыми в деле о расстреле в Крокус-Сити-Холле. Я понимаю, что, наверное, такие методы, как пытки через гениталии электричеством, как там отрезание уха, наверняка они использовались и ранее. Но сейчас это делается открыто, публично. А такие топ-пропагандисты, как Маргарита Симоньян, даже обращаются к Путину, чтобы он не позволил наказать вот тех, кто так обращается с людьми, чья вина еще пока не доказана. Вы знаете, что речь идет об обычных уголовниках. Конечно, такие случаи были, может быть, и раньше, но раньше это на самом деле скрывалось и выявлялось только при проведении очень глубоких журналистских расследований. Вот помните историю со Шваброй, да? в колонии Швабру, в анальное отверстие. То есть это докопались журналисты. Это люди, которые применяют пытки, это уголовники. Это такие же разницы между людьми, которые устраивают террористические акты и которые пытают людей, разницы нет никакой. У меня были в практике случаи, когда даже не было пыток никаких, а просто человек на себя брал чужую вину. И мое руководство в Магаданском ОВД тогда говорило, что вот раскрыли преступление. И когда стали проверять его показания, они не ложатся в ту обстановку, которая на самом деле была там речь шла о девяти девочек в возрасте четырех-пяти лет. И человек взял на себя убийство. Мое начальство доложило в Москву, а я предупредил начальник ОВД, что либо он сам сообщает в Москву о том, что преступление не раскрыто, или я на следующий день дам телеграмму открытым текстом на имя министра внутренних дел. В конце концов, нашли эту убийцу, но это было позднее, я уже был в отставке в это время. Борис Абрамович, тут, наверное, будем ставить как раз троеточие. Вы такой прекрасный анонс сделали под конец. У вас 12 томов, правильно, 12 томник, посвященный вашей жизни. Вам еще рассказывать и рассказывать этих историй и исследовать. Это не моя, это не только моя жизнь. Значит, это, во-первых, история России. История России в преломлении конкретных дел, в которых я принимал участие. Я как-то Вайнеру, Аркадию Вайнеру, мы жили с ним в одном доме в Нью-Джерси, принес какую-то главу из наброски своей он прочитал и говорит, Боря, ты такой талантливый, ты такая умница, у тебя столько знаний, все замечательно, только я не понимаю, почему ты такое говно пишешь. Вот. И кое-что я от него переням. Потому что это да, действительно, это мои дела. Все, кроме одного, пожалуй, там, кроме двух, но которые во мне вызвали интерес. Одна исторический, а вторая это работа моего приятеля, нынешнего адвоката. поэтому книги буквально, я думаю, что через недели-две появятся на сорока тысячах магазинах, интернет-магазинах по всему миру. И я буду давать анонсы, буду давать рекламу, попрошу вас прокомментировать эту книгу и дать свою оценку хотя бы в общих чертах. Так вот такие дела, вот так вот живем. С удовольствием, с удовольствием, Борис Абрамович. И спасибо за этот анонс. Я уверен, мы с вами еще встретимся для того, чтобы подробнее поговорить о ваших книгах. Друзья, я уверен, вам было сегодня так же потрясающе интересно, как и мне. Обязательно оставьте ваши мысли в комментариях и нажмите лайк, пожалуйста, этой беседе, потому что хочется, чтобы большее количество людей увидело ее. Просто нажмите на палец вверх, это несложно, вот прямо сейчас нажимайте, но для того, чтобы не пропустить нашу новую встречу с адвокатом Камикадзе, с Борисом Кузнецовым, подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон и Олеся Бацман в гостях у Гордона. Борис, благодарю вас, спасибо вам огромное за то, что нашли время. Было очень приятно. Взаимно, взаимно. вы это искренне говорите. Да, абсолютно. Я же говорю, я очень долго вашу биографию изучал. Спасибо вам. И вам, друзья, спасибо большое за то, что смотрели. До новых встреч. Всего доброго и зрителям пока. Пока.